Растения, о которых пойдет речь, знакомы немногим. Однако их неприхотливость, засухоустойчивость и длительный период цветения заслуживают обратить на них особое внимание. Для солнечных цветников, которые вам не придется своевременно поливать, отлично подойдет гилия. С помощью этого растения можно создать яркие сини-голубые пятна в саду. Эти цветы будут уместны на солнечных клумбах, альпийских горках, в ракариях и в совместных посадках с другими цветами. Среди этой культуры есть разные виды, которые отличаются высотой, окраской и даже формой цветов. В декоративном садоводстве чаще других выращивают гилию головчатую, крупноцветковую и трехцветную. Последняя имеет высоту 40-50 см и цветет мелкими колокольчиками в небольших соцветиях. Хотя ее цветочки и небольшие, но в пик цветения и в массовой посадке смотрятся они очень красиво. У гилии также симпатичная ажурная листва. Гилия головчатая цветет шаровидными соцветиями синего цвета. Ее длинные тычинки придаются цветеям пушистый вид. Цветы шаровидной гилии часто используют во флористике для составления букетов. Родина этого травянистого многолетника – Северная Америка. Гилия не боится кратковременных заморозков, но в садах средней полосы ее выращивают как однолетник. Эти цветы можно высевать непосредственно в открытый грунт ранней весной или под зимой. Хотя многие их выращивают через рассаду. Посев проводят в марте-апреле. Зацветает гилия в июне и продолжает раскрывать свои очаровательные цветочки до конца лета. А если срезать отсветшие цветоносы, цветение продлится до октября. Гилия отлично подходит для солнечных клумб, каменистых садов и альпинариев. Почва этому растению подходит любая. Но в тяжелый грунт для рыхлости лучше добавить песок. В своевременном поливе гилия не нуждается, а вот переувлажнение скорее пойдет ей во вред. Гилия – это засухоустойчивое растение, хотя в знойный и засушливый период ее лучше поливать. Гелию крупноцветковую еще называют линантус. Это низкорослое растение с первого взгляда может показаться колючим, однако его игольчатая листва очень мягкая и приятная на ощупь. Цветочки достаточно крупные – 3,5 см диаметра. Это холодостойкое, засухоустойчивое и светолюбивое растение. Очень обильно и красиво цветет и в своевременном поливе не нуждается. К почвам неприхотливое и сможет расти даже на песчаных и каменистых грунтах. Семена высевают в апреле сразу в открытую почву. При раннем посеве цветение начинается в начале лета и не прекращается до осенних морозов. Линантус – это великолепный цветок для малоуходных и солнечных цветников. Очень любит цвет, но станет расти даже в небольшом притенении. Линантус можно выращивать на подпорных стенках, в каменистых садах, вдоль садовых дорожек, на переднем плане цветников и в вазонах. Это совершенно неприхотливое, универсальное, обильно и длительно цветущее растение. Линантус украсит ваш сад на весь теплый сезон до устойчивых холодов. И с ней легко справятся даже начинающие садоводы. Еще одно неприхотливое и очаровательное растение, которое вполне может стать заменой популярной лобелии – это легузия. Этот обильно цветущий многолетник у нас чаще выращивают как однолетнюю культуру. Хотя легузия достаточно холодостойкая, и ее можно высевать в открытый грунт даже под зиму. Она очень обильно и красиво цветет все лето и достаточно простая в уходе. Легузия будет эффектно смотреться на переднем плане цветников, в альпинарии, в качестве цветочного бордюра и в контейнерах. Ее длинные свисающие побеги с множеством мелких цветочков идеально смотрятся в подвесных кашпо и высоких вазонах. Легузии можно смело заменить привычную всем лобелию. Она гораздо проще в уходе, а ее семена высевают непосредственно в открытый грунт. К тому же зацветает легузия раньше. Цветение очень обильное и длительное – по сентябрь. Побеги и листья у этого растения тонкие, поэтому в период массового цветения их практически не видно. Цветочки бывают белыми, голубыми и сине-фиолетовыми. В продаже можно встретить семена популярного сорта под названием «Зеркало Венеры». Цветы этой легузии около 2 см в диаметре, яркой синей окраски. Попробуйте вырастить эти цветы, и они удивят вас не только своей неприхотливостью, но и эффектно долгим цветением. Все эти растения отлично подходят для создания в саду природного стиля натургарда. Гелия, ленантус и легузия совершенно просты в уходе. С их помощью вы не только украсите на весь сезон свои цветники, но и внесете в свой сад особое очарование. Кроме всего, благодаря их засухоустойчивости, эти растения можно выращивать даже в ящиках, например, на балконе или в вазонах на открытой террасе. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. И до новых встреч на нашем канале! Субтитры создавал DimaTorzok